Так, сегодня 4 июня 2013 года, я нахожусь в своей комнате, у меня есть один ящик с червями, обычный дождевой червь, не старательный, не калифорниец, вот, и для чего я его держу, ну, во-первых, много информации в интернете по поводу того, как сделать неплодородную землю плодородной, вот, или как переработать пищевые отходы с пользой, сделать удобрение, вот, или что делать, если живешь в таком месте, где червей мало, на рыбалку хочешь поехать, да, ну, вот, выход из положения, и пищевые отходы переработают, и удобрение сделают, вот, и рыбалка обеспечена, гарантированно, короче говоря, они у меня с конца осени прошлого года, вот, здесь первоначально была куча листьев, она где-то вот так вот была заполнена, они это все съели, безработали, помимо этого, здесь, вот, остатки от яичной скорлупы, просто она слишком большая, видать, была, также сюда заправляю им пищевые отходы, все, начиная от тех продуктов, которые дают отходы для, ну, после того, как приготовили, там, борщ, там, качанет капусты, от луковицы, там, ну, картошки, короче говоря, все именно пищевые отходы, включая яичную скорлупу, скорлупа это кальций, вот, для земли, то есть, уже эту готовую землю можно высыпать на огород, как хорошее удобрение, вот, и сегодня, очередной раз, я хочу заправить свою червячницу, потому что они уже все съели, я их, в общем-то говоря, голодом заморил, вот, я подсобирал маленько пищевых отходов, чтобы хорошо так заправить, вот, и как я это делаю, ну, можно делать по-разному, чтобы ускорить сам процесс, через место, вот, гораздо проще будет, у меня ручная, ну, суть его не меняет, конечно, чем меньше процесса, тем, быстрее они их поедают, ну, вот, таким вот макаром, для тех, кто это видевые, конечно, не очень, но я вас уверяю, что дождевые черви, это основа всех основ, они не питаются землей, они эту землю производят в результате своей жизнедеятельности, это чернозем или биогумус, вот это то, что, чем они, извините, испражняются, вот, они перерабатывают всю органику мыслимую и немыслимую, вот, и делает из нее плодородную почву, также можно сделать такой ящик с отверстиями на дне, и, поливая его постоянно, можно получить жидкое удобрение, вот, это, ну, практически экологически чистое удобрение, еще бесплатно, для червей очень важно, чтобы всегда была пища и влажная почва, иначе они сами могут стать удобрением, короче говоря, не выживут, вот, я под этим видео на своем канале оставлю пару ссылочек именно на те видео в YouTube, которые меня, ну, так сказать, вдохновили этим заняться, вот, зайдите, посмотрите, там просто огромные просмотры, вот, люди занимаются выращиванием червей, продают их и на рыбалку, и на удобрение, ну, в смысле, чтобы вот таким вот самым образом перерабатывались пищевые отходы, и в результате получалось очень хорошее удобрение, вот, сейчас я это все накрою землей, вот, запах здесь луком пахнет, ну, кому пахнет, кому воняет, но, по-моему, лук это ничего плохого здесь не хорошее, накрыл землей, вот, и один маленькая такая процедурка, как я говорил, для чего очень важно, чтобы земля была мокрой, а поливать их, если и вода из-под крана, то надо, чтобы вода отстоялась, для них большое значение имеет и кислотность, и содержание именно хлорки в воде, а, короче говоря, эта вода у меня отстояла, я сейчас использую, не знаю, а в доме будет достаточно, но вполне тут достаточно воды и пищи, корму короче говоря у меня здесь всякая жирность ползает вот помимо червей мокрицы ползают ну что поделаешь сильно далеко не ползут я особо не брызгливый здесь ничего страшного нет то есть и и и и и и и Продолжение следует...